Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Читаю белорусскую сказку «Глупый волк». Жил-был глупый волк. Был он таким глупым, что даже не мог себе ничего добыть на обед. Пошел он ко льву попросить помощи. «Иди на луг! Там пасется старая-престарая лошадь. Съешь ее!» – сказал лев. Поплелся волк на луг. «Здравствуй, лошадь!» – лев разрешил съесть тебя. «Откуда тебе удобнее начать? С головы или с хвоста?» – спрашивает лошадь. «Не лучше ли начать с хвоста? А я пока буду пастись и жреть». Согласился волк, подошел к лошади сзади, а она как лягнет его копытом. «Какой я глупый! Почему не начал ее есть с головы?» – завыл волк. Во второй раз пошел волк просить у льва помощи. Послал лев его на луг, где пастся теленок. Пришел волк на луг, отыскал теленка и сказал, что лев разрешил съесть его. А теленок говорит, «Разве наешься ты маленьким теленком?» «Лучше садись на меня, я отвезу тебя в деревню. Станешь старшим пастухом. Вот тогда наешься досыта». Уселся глупый волк на теленка. И тот побежал. Когда показалось селение, теленок громко замычал. Тут выскочили люди, кто с вилами, кто с ухватами. И прогнали волка. Вот и сказочке конец. А кто слушал? Молодец! Ну, ребята, а теперь давайте разберемся. Что же посоветовал лев? Он-то думал, что волк старую-то лошадь, наверное, съест сразу. А получилось, что лошадь оказалась какой? Хоть и старой, но очень умной, да? Вот так вот. Небольшая информация о волках. Волк серый или обыкновенный волк? Это вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Наряду с койотом, обыкновенным шакалом и еще несколькими видами составляет род волков. Кроме того, как показывают результаты, изучая последствия ДНК генов волка, они являются прямыми предками домашних собак. Волк очень крупное современное животное в своем семействе. Длина его тела взрослого может достигать 160 см, высота в холке до метра, а масса тела может достигать даже больше 100 кг. Когда-то волк имел гораздо большее распространение в Евразии, в Северной Америке. В настоящее время он обитает значительно в меньших размерах и находится на грани полного исчезновения. Вот такая, ребята, история о волках. Ребята, сейчас послушайте рассказ, что, оказывается, волки, сейчас люди их и приручили, и даже живут вместе с волками на своей домашней территории. Ну, вот, например, один человек рассказывает, что волки хорошо взаимодействуют с детьми, и особенно вот резвые они, конечно. Особенно те, которых выкормила мать. Они сильно отличаются от того образа, который устоялся в сознании людей. Они очень добрые, несмотря на строгую иерархию в семье. Очень хорошо мыслят, очень чувствуют все. Волки всегда исследуют объект своего страха. Они имеют каждый свой четко выраженный характер. Например, вот приводит автор волка своего лучика, что когда к нему пристаешь с каким-либо действием, будь то поиграть просишь или пытаешься перенести его куда-то, то поначалу показывает оскал, но когда же он понимает, что все равно его перенесут куда-то, он лапкой закрывает себе глаза, и после этого с ним можно было делать все, что угодно. Чесать, гладить, брать его на руки, мыть, лечить. А вот его брат Ветер от страха мог несколько минут стоять на раскаленной металлической печи, а потом прыгнуть на руки, прикусить и убежать. Благо, что на волках болячки заживали очень быстро. Волки чувствуют, а может и видят, внутренний мир человека. Они всегда знают, чего хочет человек. Вот, например, они чувствуют, если человек волнуется. Они будут подходить к человеку до того момента, пока вы не захотите их погладить. Если волк почувствовал страх в человеке, он будет его бояться. Или показывать страх. Трудно определить внешне, что на самом деле волк делает. Боится или показывает страх. Если волк почувствует агрессию, он непременно ее проявит по отношению к агрессору. И волку неважно, на кого именно распространялась агрессия. Он показывает ее тому, от кого она исходит. Показывает очень откровенно. Но как только человек перестает испытывать эти чувства, волк тут же успокаивается и ведет себя, как ни в чем не бывало. Например, как-то раз волки спали на своем любимом месте, наверху лестницы, ведущей на второй этаж. Когда к нам приехали родители жены, спали волки крепко. Я вышел к двери и проверил это. Пару раз открыл и закрыл дверь. Они и глазом не моргнули. Лестница располагается прямо напротив входной двери. И тут дверь открывает мама Ксюша и поднимает глаза вверх по лестнице. Замечает там волка. Я говорю ей «Привет!» и поднимаю свой взгляд туда же, думая, как прокомментировать происходящее. А волки уже прыгают по стенам и пытаются пройти сквозь потолок, от чего-то спасаясь. Я решительно провожаю свекровь на кухню, закрываю за ней дверь, поднимаюсь к волкам, успокаиваю их. Через минуту-две волки полностью успокаиваются и снова ложатся спать на свои места. Я спускаюсь к свекрови. Тут заходит свекр и сразу бросает взгляд на волков. Я поворачиваю голову и вижу, что волки лишь приподняли головы и снова задремали. Наши волки часто играют с любимой и нашими детьми, просто бегая и прыгая по вольеру. Девочка Нэнси любит облизывать детей и бросаться на мою жену, просто толкаясь и целуя ее в щеки. Нэнси тоже запрыгивает на плечи и развалится, как воротник, может устроить догонялки. Только кого-нибудь носом и покусывает. Волки каждый день играют между собой в догонялки, где в момент настигания начинается заварушка с покусываниями. Наверное, точно так же, как и другие щенки или кошечки, например. Ну вот, поэтому, ребята, повадки диких зверей люди изучают. Но, тем не менее, когда дикие звери подрастают, то лично мое мнение такое, что лучше их отправить в их естественную среду обитания. Не будут же волки постоянно жить, как комнатные собаки с человеком. Ну, другое дело, если у них есть вольер. Вот так. С вами была Надежда Николаевна. Ребята такую высказку про глупого волка прослушали. И немножко комментариев о том, что люди играют и даже приручают не только волков, но, оказывается, и львов, и тигров. Всякое бывает. У кого какие игры. Дети играют с игрушками, а взрослые играют с настоящими животными. Всего хорошего. Нажимайте колокольчик, чтобы знать, когда выйдет мое следующее видео. Всего вам доброго.